Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые президиумы, уважаемые присутствующие. Позвольте мне озвучить мой доклад. Я постараюсь быть кратко, где-то, где уже прозвучало, не дублировать, но рассказать вам, куда мы пришли, каких сил нам для этого требовалось и куда мы идем дальше. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Мы вошли в этот проект в 2019 году, что было с нашей службой до этого момента. Это увеличенный маршрут пациента, это длительные сроки ожидания медицинской помощи, неэффективная работа первичного звена, необоснованное направление пациентов онкодиспансеры, они были перегружены, отсутствие четкой и понятной маршрутизации, непрофильной госпитализации, а также, скажем так, неудовлетворительное материально-техническое состояние медицинских организаций, включая кадровый дефицит. Был реализован национальный проект здравоохранения, который включал в себя комплексную интеграцию девяти федеральных проектов с целью, собственно, минимизировать для нас в части онкологии все те риски, все эти недостатки, которые я озвучила. Сегодня уже говорилось об этом, то есть невозможно это было сделать без регуляторики нормативно-правовой, это в первую очередь, да, мы сказали, 116-й порядок, если мы помним с вами 323-й федеральный закон, где написано в первую очередь, что медицинская помощь оказывается в соответствии с порядком на основе клинических рекомендаций и с учетом стандарта, то есть порядок является неоспоримым документом и должен соблюдаться. 116-й порядок, единые требования к организации медицинской помощи, единые подходы к маршрутизации, исключение непрофильной госпитализации. Два нормативных документа, регулирующих диспансерное наблюдение, это предраковые заболевания, это контроль 55 групп риска заболеваний, развитие злокачественных новообразований и непосредственно документ 548-Н, приказ, регулирующий уже порядок диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями. Профосмотры 404-Н, и напомним, сегодня еще не говорилось, но будет отдельный доклад по клиническим рекомендациям, за все это время мы обновили и утвердили 84 клинических рекомендации и 196 стандартов оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Инфраструктура. Три основных мероприятия, которые проводились, это новая строительство либо реконструкция для оснащения и переоснащения, капитальный ремонт, источники финансирования как федерального бюджета, так и регионального бюджета. Итогом явилось, построено 11 онкологических диспансеров, переоснащено порядка 300 медицинских организаций, как региональных, так и федеральных. Закуплено около 16 тысяч медицинских изделий, причем практически 20%, пятая часть из них это российского производства оборудования. Установлено более 1 тысячи тяжелого оборудования. И если посмотреть ниже, результатом стало, можно оценить на объемах оказанных в медицинской помощи в сравнении с 2018 годом, в 2023 это объемы лучевой терапии увеличились на 40%, МРТ исследования на половину на 50%, КТ на 90%, ПЭТ-КТ исследования практически на 400%. Про ЦОПы сегодня тоже уже говорилось, цель нам понятна их создание, это новая структура оказания первично специализированной медико-санитарной помощи, в которой может быть организован дневной стационар. То есть эта опция не обязательная, она может быть и нам понятна, потому что помимо того, что мы должны и можем проводить противоопухолевую лекарственную терапию в условиях дневного стационара ЦОПа, мы должны помнить, что качество должно соблюдаться путем соблюдения ассортиментной доступности. То есть иметь дневной стационар и в нем работать двумя, тремя и даже десятью препаратами не имеет эффективности. То есть мы говорим о том, что ассортиментная доступность может достигаться путем не менее 35 международных непонятных наименований использования в дневном стационаре ЦОПа. Если мы посмотрим в цифрах, эффективность работы ЦОПов по итогам 2023 года, да, говорили их 534 ЦОПов, в которые обратилось более 3 миллионов человек за 2023 год. При этом треть практически больше 824 тысяч – это пациентов с подозрениями на злокачественное новообразование, которыми каждому третьему был установлен в ЦОПе диагноз злокачественного новообразования. И посмотрите на последнюю цифру, это более 670 тысяч пролечено на койках дневного стационара. Специализированная медицинская помощь, базисы, хирургические методы лечения, противоопухолевая лекарственная терапия, радиотерапия и прорывные, да, как мы говорим, технологии – это радионуклеидная диагностика и терапия. Хирургия мы вводим, расширяем в высокотехнологичные методики, маловинозивную хирургию, орган, сохраняющий реконструктивные пластические операции, противоопухолевая лекарственная терапия, расширяется у нас панель используемых таргетных и иммунопрепаратов. Радиотерапия мы внедряем, мы укомплектовали наши медицинские организации современными линейными ускорителями, и на сегодняшний день внедрены высокотехнологичные радиотерапевтические методы, и практически 85% из них используется в современных линейных ускорителях. Если мы говорим про радионуклеидную диагностику, на сегодняшний день мы применяем более 20 радиофармацевтических лекарственных препаратов. Итоги тоже понятны. Посмотрите в объемах госпитализации по каждому методу. И, собственно, специализированная медицинская помощь за эти годы позволила нам достигнуть тех самых показателей, которые мы с вами оцениваем. Одногодичную летальность, пятилетнюю выживаемость и, собственно, охват медицинскими услугами пациентам, в них нуждающихся. Борьба с онкологическими заболеваниями. Наш стратегический документ, планирование, подписывается, мы знаем, главой субъектов. Это документ, который подразделяется и предусматривает в том числе мероприятия дополнительные. В 2022 году их было 50. В этом году мы их актуализировали, унифицировали. И на сегодняшних 65 унифицированных мероприятий, которые сопровождаются количественными либо качественными значениями. И мероприятия включают профилактику, диагностику, лечение, оргметод, работу, цифровую зрелость и внедрение новых технологий. Таким образом, контроль и хотя бы просмотр этих мероприятий позволяет региону, начиная с самой медицинской организации и заканчивая уже верхним уровнем Минздрава, смотреть и контролировать, каким образом и как оказывается медицинская помощь онкологических пациентов на различных ее этапах. Анонсирован новый национальный проект. Очень много информации и в интернете на сегодняшний день есть по этой теме. Стартует с 25 января. Мы говорим о том, что в 36 году приблизится к 81 году жизни. А за этой цифрой, то есть всего за одной цифрой, у нас стоит огромное количество тех мероприятий, которые необходимо провести организационно нам, Минздраву и всем нам с вами субъектам в том числе. Включая в себя один из федеральных проектов, вот четыре, наверное, которые нас больше касаются, это борьба с онкологическими заболеваниями, развитие сети МИДС будет продолжен, медицинские кадры, цифровые сервисы. Что хочется сказать, то есть в рамках реализации и дальнейших наших планов. Первое. Обеспечение современной инфраструктурой объектов. Это мероприятие будет продолжено. И тоже это незакрытые источники, в интернете даже озвучены цифры, которые будут, каким образом будет профинансировано это мероприятие. Чтобы нам правильно подойти и к инфраструктуре, нам важно помнить, что до начала реализации необходимо разработать нормативы потребностей с учетом территориальных особенностей и перспектив развития здравоохранения. Мы понимаем с вами, что не в каждом регионе целесообразно размещать ту или иную медицинскую помощь. Ну, например, там, не знаю, ПЭТ, ГТС, следования. Мы понимаем, что есть определенные нормативы, которые потребность у населения в этих услугах. И, соответственно, размещать эту помощь в конкретном субъекте не нужно. Но при этом должны соблюдаться наши логистические возможности и доступность для пациентов обеспечить ему эту медицинскую помощь. И важно обращать внимание из всего этого, что закупка оборудования должна проводиться при наличии двух обязательных составляющих. Это еще и наличие кадров и компетенции специалистов, которые будут работать на этом оборудовании в соответствии с его опциональностью. Еще одним мероприятием, которое будет продолжено, финансирование медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями. Ежегодно в рамках ОМС у нас закладывается около 330 миллиардов рублей. Из них 140 миллиардов в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета. Важно помнить, мероприятие продолжается. И в дальнейшем будут актуализированы тарифы, обеспечена их прозрачность, должны формироваться на основе стандартов, учитывать прогноз по ежегодно появляющим новым препаратам и технологиям. Мы с вами помним, что каждый год группировщики нашей специализированной медицинской помощи обновляются. И сегодня уже противоопухолевая лекарственная терапия делится практически на 25 уровней. Мы сходили с вами намного меньше. Поэтому работа проводится. Вторым мероприятием, которое нужно помнить. С 2024 года в программе государственных гарантий появился выделенный норматив на диспансерное наблюдение пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями. В программе госгарантий установлен норматив финансового обеспечения и объема этой медицинской помощи. Что важно помнить в этой части. У нас появляется новый показатель. Линейки получили, видели доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом введения в рамках диспансерного наблюдения и числа онкологических пациентов, завершивших лечение. В этом году в рамках реализации программы госгарантий в письме совместного Минздрава и Федерального фонда об экономическом обосновании терапрограмм четко прописано, какой контингент лиц, на кого распределяются объемы в части комплексных обследований в рамках диспансерного наблюдения. Это пациенты, завершившие лечение, где исключены пациенты с палеотивным статусом. Те пациенты, которые на сегодняшний день находятся на этапе лечения и получают обследование в рамках межкурсового либо этапного лечения. И сюда не входят пациенты, у которых установлено подозрение злокачественного образования, и он находится в процессе верификации. Оргметод сопровождения мероприятия будет продолжена, будет работа продолжаться под руководством в федеральных национальных медицинских и исследовательских центрах. Координируется работа с координационным центром Минздрава. Следующее мероприятие, тоже сегодня про него говорили, скрининг и раннее выявление. Это очень важное мероприятие. Показатель появляется у нас в новом федпроекте. Это выявление заболевания на ранних стадиях визуальных локализаций. Что важно помнить в скрининговых мероприятиях. То есть важные элементы скрининга, учитывая и самого определения. Скрининг – это просеивание. То есть, чтобы обеспечить качественное скрининг, необходимо охватить не менее чем 70% целевой популяции пациентов. Далее, необходимо активно привлекать граждан для прохождения профилактических медицинских осмотров. И здесь нам должен активно помогать, помимо самой медицинской организации, приглашать это институт страховых представителей, страховые медицинские организации, которые в рамках законодательства, им эта функция закреплена, прикрепление. Далее, мы должны помнить о полном исполнении всего объема скрининга. И важным этапом, когда мы уже у пациента установили диагноз, это соблюсти преемственность и своевременно направить его на следующий этап оказания медицинской помощи. Подготовка специалистов. Это новое мероприятие, целый федеральный проект будет посвящен. Мы должны до начала реализации актуализировать все нормативы штатной численности, проработать регуляторную базу оплаты труда. И важно, что в процессе реализации, в обязательном порядке, необходимо учитывать, что интеграция образовательных ресурсов проводится совместно с ВУЗами. Мы помним, что площадки федеральных национальных медицинских центров также являются образовательной платформой. И мы у себя обучаем специалистов, в том числе из регионов. И проекты строительства должны сопровождаться проектом по обеспечению кадров, в том числе, о чем мы сегодня уже говорили. Еще одно мероприятие, которое тоже назовем новым, это обеспечение логистики и проживания пациентов. Мы знаем, что у нас в рамках нашей большой страны мы не можем обеспечить строительство всех необходимых объектов в территориальной близости с пациентом. Но это нас не освобождает от обязанности и ответственности обеспечить всем нашим гражданам равные условия, доступность, качество медицинской помощи. Возможным мероприятием это правильная логистика пациентов и создание пансионатов. В тех местах, где мы оказываем медицинскую помощь. Это поможет нам в том числе, первое, повысить удовлетворенность населения. Второе, освободить нашу койкот, которая на сегодняшний день занимается пациентами, которые приезжают, им негде жить. То есть это разгрузить нашу койкот для тех пациентов, которые нуждаются в этих видах специализированной медицинской помощи. Цифровая трансформация, наверное, это вот последнее, на чем хочу остановиться. Это мероприятие новое тоже со своим соответствующим федеральным проектом. Однозначно, это очень важно учитывать, поскольку на сегодняшний день у нас очень большой поток информации, который содержится в медицинских информационных системах, но при этом отсутствует интеграция с теми или иными ресурсами. Допустим, у нас некоторые регионы до сегодня вручную вводят какие-то отчетные формы. Это абсолютно недопустимо. То есть ручной ввод какой-то документации при нынешнем развитии цифровых сервисов, цифровых технологий это, наверное, вчерашний день. Поэтому мы должны стремиться к этому. И опять же помним, что в прошлом году, в конце года было принято решение о том, что у нас каждый субъект должен прийти на одну медицинскую информационную систему. Это тоже важно, чтобы устранить в субъектах разрозненность медицинских систем и иметь единый источник получения информации. И прозрачный в том числе для работы медицинских работников, потому что медицинская информационная система – это прежде всего ресурс для работы наших медицинских работников. Ну и вторым уже тогда моментом, что он дает возможность нам с вами формировать отчеты, получать какие-то аналитические данные и передавать данные в другие ресурсы. И не будем забывать, что все-таки ВИМИС-онкология является работающим ресурсом, ключевым продуктом, который позволяет нам получить информацию с каждой медицинской организации, которая оказывает помощь пациентам онкологического профиля и перевести ее в общий, собрать в общем ресурсе до федерального уровня. То есть тоже про это не нужно забывать. Важно помнить еще использование систем поддержки принятия решения. Это наши программные продукты, это наши медицинские изделия с искусственным интеллектом. И в рамках сессии, я так понимаю, будет достаточное количество докладов посвящено этой теме, и мы подробнее можем услышать. У меня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ